Здравствуйте дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк и это Фокусы от Моряка. В этом видео мы с вами будем рассматривать очередную колоду. Данная колода, кто ее не видел, говорю сразу, она называется Streamline. Хочу сказать сразу, что данная колода является бюджетным вариантом от завода United States Plain Card Company. Поэтому если у вас, например, не очень много денег, но вы хотите купить себе колоду хорошую, качественную, то вот эта колода как раз то, что вам нужно. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем и посмотрим, что же она из себя представляет. Итак, друзья, давайте посмотрим, что из себя представляет колода Streamline. Как вы видите, это такая простая коробочка, синий цвет, белый цвет, есть еще в красном цвете она, и надпись Streamline. Streamline в переводе с английского означает что-то примерно как упрощенное, да, упрощенный, там, обтекаемый, ну, скорее более подходит упрощенный. Так как колода это такая, более простой вариант, хорошие колоды карт. По дизайну Bicycle Standard будут получше, тем, что у них само качество картона будет покруче. Вот, у Streamline похуже. Но у Streamline есть свои плюсы, да, хотя бы та же самая цена. Эти карты дешевле, чем Bicycle Standard. Итак, а кому-то это предпочтительней. Итак, что мы видим на колоде? Значит, сама надпись Poker, да, то есть покерный размер, надпись Streamline, надпись Playing Cards и само изображение пиковой масти. Здесь надпись The United States Playing Card Company, да, то есть наш заводик, который штампует их. Здесь надпись Plastic Coat, да, пластиковое покрытие и Smooth Finish. Само покрытие карт, точно такое же покрытие на картах Aladin и Aviator. Ну и здесь сзади, собственно, изображение самой коробки. Ой, коробки, прошу прощения, рубашки, рубашки карт. То есть откроем мы колоду. Внутри она пустая, белая, да, здесь такие предупреждения о том, что все это является торговой маркой The United States Point Card Company. Вот, и давайте посмотрим на сами карты, да, ну тут, конечно же, есть рекламные карты, то есть бла-бла-бла, тут адрес самого завода, типа посмотрите правила, там и т.д. и т.п. То есть это как бы рекламные карты, нас они мало интересуют. То есть вот такие вот в этой колоде джокеры. Что мне понравилось, так это вот такие вот именно джокеры. Мне нравятся вот такие джокеры, когда изображен просто шут. Как вы видите, у него на лбу надпись Plastic Coated, да, и как бы изображение таких вот двух смеющихся шутов. Такие добрые чувачки. А что я сразу вспомнил? Точно такие же джокеры в колоде The Land, да, вот у меня есть колода The Land автоматическая. Качество этой колоды точь-в-точь как Streamline, то есть автоматическая колода The Land, она выпускается с конторой Magic Makers, и скорее всего, я уже не помню точно, печатается на тех же заводах. Так вот, Tuz Peak и джокеры в этой колоде, в колоде The Land, они идентичны, как вот в Streamline, да. То есть только здесь, смотрите, изображение, то есть у него здесь ободочек с мастями, а здесь ободочек с надписью Plastic Coated, да. То есть вот такой вот джокер, и что еще одинаково здесь, в колоде The Land пиковый туз вот такой, да, а в Streamline он вот такой, с надписью Streamline. То есть колода The Land и колода хорошая. Streamline получается ей идентична, но единственное, что она не трюковая. Итак, вот такая вот колода The Land, по качеству это тот же самый вообще материал, тот же самый, но он хороший. Будет долговечный, лично я себе вот эту колоду оставил, буду ее гонять и в хвост, и в гриву, и посмотрю, что с ней будет. Итак, давайте посмотрим на рубашку. То есть рубашка у нас здесь вот такая вот обычная синяя, такая вот рубашечка. Что-то я присматривался, крапа я не нашел, сильно разочаровался, но ненадолго. То есть вот такие вот у нас жокеры, вот такие вот у нас рубахи. Далее, пиковый туз. Пиковый туз выглядит вот таким вот образом. На некоторых видосах моего любимого Эда Марла я смотрел, как он показывает свои трюки, и вот там мелькал такой же туз. Возможно, у него была какая-то там, может быть, эти стримлайны уже тогда и существовали. Если честно, я не в курсе и в историю стримлайнов не вдавался. Может быть, этот пиковый туз был у кого-то перекопирован с другой колодой и добавлен в эту. Все может быть. Итак, давайте посмотрим сами карты. То есть сами карты у нас вот такие вот. Тут немножечко, чуть-чуть видоизменены шрифты индексов, да, но... И чуть-чуть изменены, как вы видите, сами изображения мастей. То есть они такие немножечко выпуклые. Чуть-чуть изменены старшие карты. То есть это непривычно. И нам лица, которые есть в этих... Господи, в байсиклах стандартах. То есть вот такие вот изображения. Кстати, я недавно делал обзор на какую-то хорошую колоду, и там были тоже такие же вот лица. Не помню, кстати, что за колода. То есть вот такие вот у нас выпуклые бубновые масти, как вы видите, да. Вот такие вот. Такой вот валетик у нас, дамочка, королёк и крестовые. Тоже всё то же самое. Изменён валет, дама, король. И то же самое червя. То есть валет, дама и король. Что касается, скажем так, ходовых качеств карт. В плане гибкости и жёсткости, да, они идентичны байсиклам стандартам. То есть по жёсткости они прям то же самое. Но качество само картонок немного похуже будет. Но, собственно, это как бы и не преграда. То есть с ними единственное, что у меня сходу не получается с ними сделать, так это фара. То есть не залазят они с таким качеством прям хорошо, как мне надо. То есть со стандартами, конечно, будет получше. В плане скольжения, ну, тоже неплохо. То есть раскладывается всё нормально. Неравномерно немножечко, но терпимо. То есть делать с ними флориши, типа вееров и ленты, всё это можно. Далее, цепкость у них, кстати, классная. То есть, например, в лёд получаются все эти двойные подъёмы. Да, то есть всё это нормально. Единственное, что у них ещё у бумаги этой, да, у самого картона, есть память. Ну, такая более долгоиграющая. То есть, например, если вы сильно загнёте карту, да, то она вот так вот долго и будет стоять. Всё-таки стандарты, они побыстрее выгибаются назад. Но это хорошо для шулерства, да, ребятки. Вот так вот мы берём, хопа, хе-хе-хе-хе-хе. И возвращаем. То есть делать закладки с этими картами лучше, чем, например, с байсиклами стандартами. Да, то есть, например, если вы играете в карты, а как я понял, эти карты созданы специально по большей части для игр, то, например, делать знаменитые наши шулерские маркерные карты, да, вот со стримлайнами будет поинтереснее. То есть в любой момент вы можете подснять на нужном месте, да, и ваша карта будет сверху. Да, можно таким образом промаркировать тузов и подснимать уже на них. Так, что касается, значит, исполнения рифл-шафл и, ну, рифл-шафл, да, то рифл-шафл выполняется нормально с ними. Вот, далее. То есть они не скользкие, сильно не разъезжаются, да, то есть все элементы получаются нормально. То есть пальмировать также можно спокойно их, нормально пальмируются. Двойной подъём, как я уже говорил, да, делается хорошо. Мнутся хорошо, гнутся хорошо, память у них хорошая в плане загибов. Короче, ребята, для шулерства это очень клёвые карты. Для фокусов, ну, смотрите сами, качеством они, конечно, хуже, чем стандарты байсиклы, вот. Но зато эти карты гораздо дешевле. Для кого-то это, конечно же, плюс. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Не знаю, как вам, лично мне эта колода понравилась. Я вот эту колоду оставлю себе, буду теперь ей пользоваться и снимать с ней свои видосы, показывать фокусы. Кому эта колода понравилась, конечно же, ссылку на покупку я дам в описании. Эта колода есть, кстати, в моём магазинчике карт, можете её там прикупить. Ну что ж, а на этом всё, я буду заканчивать. С вами был Сергей Моряк. До новых встреч и пусть боги моря и небес как прежде вас хранят. Пока!